образование наука техника и технологии тема лекции и мы рассмотрим с вами понятие науки как знания образование классификации наук понятия сцентизм антисцентизм методы научного познания и проблемы демаркации научного и ненаучного знания и так наука наука сложное явление и науку нельзя рассматривать только как обретение новых знаний потому что сами знания бывают разными речь говоря о науке мы прежде всего должны подразумевать достоверное знание да то знание которое проверено на практике то знание которое помогает решать какие-то жизненные проблемы и чтобы проследить становление науки нам необходимо обратиться к древнейшим культурам как появляется знание и в каком качестве и если начать с культур китая индии египтами сапатами то мы можем говорить что они накопили большие запасы знаний которые были связаны с практической деятельностью то есть эти знания были таковы что они не проникали в суть вещей они были поверхностными то есть в результате опыта стало ясно что в таких-то случаях нужно поступать определенным образом но почему именно так в чем суть вот это еще долго оставалось неведомым и вот эта неизвестность она порождала таинственность и это знание сакрализировать оно становилось священным и больше того большое влияние оказывала жречество потому что все знания находились в руках жрецов и контролировались жрецами и конечно эти знания были использовались как контроль над народом именно поэтому это знание было бессистемным позаимствовав эти знания эту мудрость из египта древние греки обогащают его и приподнимают на новый уровень новизна заключалась в том что греки из разрозненных знаний стали переходить к построению логически взаимосвязанным системы греки начинают формировать теорию теоретический уровень знания и у греков знания чаще перестают носить такой узкопрактических характер и они стремятся к знаниям не по уцелитарным нуждам да они все больше пытаются хотят понять принципы первоначала причины мироздания законы которые лежат в основе космоса вырабатывается теория аристотель говорил что теория это такое знание которое ищет ради него самого а не для решения каких-то практических задач ну и знанием древней греции они разрабатывались и хранились не жрецами они принадлежали светским людям разрабатывали светскими людьми и поэтому им не предавался сакральный характер и этим знанием обучались все желающие и формировались дисциплины проводились исследования дискуссии и платон таким образом организовывает свою академию да где проводит обучение не проводит диалоги аристотель формирует свой лицей и вообще вот с этого времени наука рационализируется так первая научная концепция она возникает в античности и математическая концепция доставленная пифагором и позднее развитая платона основе этой концепции лежит представление о том что космос это упорядоченное выражение целого ряда первоначальных сущностей этих сущностей можно постигать по-разному и и пифагор нашел эти сущностей в числах он сказал что первоначало мира это число первооснова мира это число пифагорейцы представили такую картину мира которая поражала своей гармонии в этой картине мира гармонично располагались это был протяженный мир тел мир мир который подчинен законам геометрии это движение небесных тел по математическим законам это законы по которым в совершенстве устроено человеческое тело и свое роскошное обрамление эта концепция получают у платона платон нарисовал грандиозную картину мира идей мир идей это упорядоченный это иерархия эта структура мир вещей в котором мы с вами живем возникает подражая миру идей то есть вот из мертвая косной материи возникает мир вещей и творцом всего является бог демиург демиург то есть создатель творец и этот мир возникает на основе математических закономерностей именно эта концепция заложила основы развитие естествознания и согласно этой концепции космос устроен устроение космоса повторяет порядок внутри человеческого разума именно это дает человеку возможность постичь рациональным способом именно благодаря этому возможен рациональный анализ чувственного мира и и вот эта упорядоченность она является доказательством того что существует некий всепроникающий разум разум который в общем и наделил всю природу целью и в силу того что существует родство этих разумов над мирового разума и человеческого он доступен он доступен восприятию человека и человек поэтому должен развить в себе вот эти способности интуицию и он должен сосредоточить все силы он должен сосредоточить все силы на том чтобы развить свои способности следующая научная концепция которая оказала громадное влияние на развитие науки атомизм на первый взгляд очень простое очень простое учение да начало всего сущего это неделимая частица атом и пустота ничто не возникает из несуществующего и ничто не уходит в небытие то есть возникновение вещей это соединение атомов а уничтожение разрушение атомов распадение на частицы казалось бы простая концепция но она послужила она явилась основой появления механистического метода механистический метод требует объяснять сущность природных процессов механическим соединением индивидуумов атомизм явился причиной того что развивается материалистическая философия недаром именно атомизм был востребован для развития европейской науки вот начиная с 17 века первым философом науки принято считать Аристотеля и прежде всего здесь нужно упомянуть вот это его учение о трех философиях это учение по сути представляет собой первую классификацию наук и вот в этом своем учении он дает анализ различным видам знания и производит разграничения философию метафизику да на тот момент математику науки о природе теоретическое знание о человеке он отличает от практического знания и практические знания это различные мастерства это технические знания и это вот практический здравосмысл аристотель аристотель является создателем логики логика как инструмент рационального научного рассуждения органон органон правильного мышления инструмент правильного мышления позже если взять эпоху возрождения начинается критика средневековой схоластики 17 век появляется новые понимания целей задач научного познания и здесь нужно упомянуть английского философа Фрэнсиса Бекона который сказал что высшая задача познания это завоевание природы и улучшение человеческой жизни именно Бекону принадлежит тезис знания и сила это и был лозунг в котором отразилась практическая направленность новой науки то есть стало понятно что уже методом схоластики вот эту задачу получения знаний которые полезны людям уже невозможно и напомним что метод который свойственен религиозному мышлению состоит в том что все проблемы решаются ссылкой на авторитеты авторитеты средних веков это библия и духовенство в средние века путем дедукции выводится заключение и Фрэнсис Бекон закладывает основы нового метода становится необходима выработка нового метода познания метода познания которое исходит из опыта из наблюдений эксперимента и Бекон говорит что это подлинный источник знания о мире конечно Фрэнсис Бекон понимал значение разума и проявляет себя в способности такой организации наблюдения эксперимента которая позволила бы услышать голос самой природы и правильно истолковать его то есть ценность разума как раз таки в том в его искусстве чтобы искусстве извлечь истину из опыта Фрэнсис Бекон называет три возможных пути познания путь паука путь муравья и путь пчелы паук ткет паутину из себя это означает что ученый может выводить истины извлекая весь набор следствий из общих о всём путь муравья это империзм то есть извлечение практики из практики и опыта из опыта без претензий на теорию путь пчелы это синтез достоинств двух предыдущих путей это вот такой настойчивый неспешный подъем от ощущений к наиболее общим максимум ну если сказать кратче то истинный метод познания состоит умственной переработки материалов которые доставляют органы чувств мышление движется от изучения единичных фактов общим выводом то есть речь идет об индуктивном методе познания Бекон критикуют схоластов которые пользуются в основном дедуктивным методом дедукция напомню это движение от очевидных положений от аксиом к частным выводам конечно можно выявить недостатки в методе Бекона его метод его метод его подход к пониманию вопросов познания получил название эмпиризма то есть эмпирики говорят что все знания возникают из чувственного опыта из наблюдений однако остается неясным как вообще возникают понятия как вообще вот если придерживаться эмпиризма становится неясным как возникают законы научные теории как вообще есть теории которые невозможно получить из опыта и вот именно на это обратил внимание обратили внимание представители рационализма это такое философское течение которое считает что источник знания это ну мышление и у истоков рационализма философии нового времени стоит Рене Декарт Рене Декарт ищет метод новый метод познания в центре его философии также стоит вопрос на методе с помощью которого можно получить достоверное знание и если у Бэкона это чувство то декарт спрашивает где гарантия что чувства дают истинные сведения о мире и разве мы не знаем что бывает обман чувств и Декарт пытается вернее он задает задается вопросом можно ли вообще получить знания которые были бы совершенно достоверны знания которые не допускали бы никакого сомнения и вот в поисках ответа на этот вопрос он как раз решает сомневаться во всем допустим рассуждает Декарт что нет Бога нет неба нет земли и даже нет нашего тела все это можно допустить кроме того во всем можно усомниться только не в том что мы существуем в момент нашего сомнения то есть если мы сомневаемся то мы существуем потому что сомнение это не что иное как мысль следовательно если мы мыслим значит существуем и этот тезис Декарта я мыслю следовательно существует эта мысль настолько прочна пишет Декарт что ее не может поколебать ни один скептик и это первый принцип философии Декарта и мы можем говорить что Декарт впервые формулирует тезис о первичности разума мышления то есть первичность я по отношению ко всему существующему отсюда легко понять почему Декарт главную роль в познании отводит не ощущением а разум то есть я мыслю следовательно существую обозначает сведение человека к мышлению конечно Декарт не отличает не вернее не отрицает значение чувственности как источник опознания он просто напоминает что этот источник недостаточно чист и настоящий источник он находит в самом разуме вообще начиная с Декарта это новое место вообще философии науки занимает сам человек в конце 19 века философии особенно в западной философии окончательно формируются два противоположных мировоззренческих направления сциентизм сциентизм то есть наука и антисциентизм два противоположных направления первое направление представляет собой такую мировоззренческую позицию согласно которой научное знание является наивысшей культурной ценностью наивысшей культурной ценностью и это тот ориентир это то условие которое является ориентиром человека в мире антисциентизм напротив всячески подчеркивает ограниченность возможности науки и антисциентисты жестко и в радикальных формах трактуют науку как силу которая чужда и даже враждебна подлинной сущности человека и и сциентики говорят что наука это абсолютный эталон всей культуры и их оппоненты говорят что научное знание является причиной всех социальных и природных антагонизм и идеи саентизма очень ярко были выражены в таком направлении как позитивизм и позитивизм мощное направление философии науки и представителями его являются Агюст Конт Герберт Спенсер Джон Стюарт Миль и так далее ну а для начала вот Карл Поппер его концепция получает название критический рационализм он считает что критицизм это главный метод науки и вот крить критицизм это вот та стратегия рациональная стратегия которую должен руководствоваться ученый одна из проблем которая существенно определила развитие философии получает название демаркации этот термин как раз вводит Карл Поппер это термин который и это определение которое пытается провести границу между наукой и не наук и в этом смысле Поппер подвигает свою идею которая очень проста и в то же время красиво суть идеи в том что критерием научности теории является ее фальсифицируемость опровержимость или мы бы сказали проверяемость то есть подтвердить фактами можно любую теорию если мы специально ищем таких подтверждений и хорошая теория должна прежде всего давать опровержение она и должна иметь основания для ее опровержения чем больше теория запрещает тем она лучше потому что она рискует быть опровержена ну и что касается философии техники то здесь нужно назвать имя Эрнста Каппа немецкий философ которого считают родоначальником философии техники и Капп Эрнста Капп говорит следующее человек это единственное живое существо которое вынуждено творить условия человек творит условия для своего существования да человек среди существ единственный творит для себя условия и техника создается по образцу живого организма то есть вот согласно этой концепции человек во всех своих творениях бессознательно подражает тому как действуют его естественные органы то есть Капп говорит что например железные дороги это воплощение кровообращения вот скажем телеграф это нервная система человека ну и так далее к внешнему миру говорит нам Эрнс Капп принадлежит множество вещей которые являются созданием человека и вот этот мир является продолжением организма то есть он является отображением внутреннего мира человека это такая проекция его орган ну и подводя итог в заключении хочется рассмотреть вопрос ответственности ученого перед миром за свои открытия вплоть до 20 века вот этот вопрос об ответственности ученых изобретателей за свои открытия или за потенциальные свои открытия за то несут ли эти открытия негативные последствия этот вопрос не обсуждался дело в том что мы сегодня можем говорить о почти беспредельных возможностях современной техники развивается атомная энергетика развиваются информационные технологии появляются новые материалы генная инженерия инженерия и так далее и нужно сказать что наука и техника ценны не сами по себе они ценны в той мере в какой они способствуют улучшению образа жизни людей в той степени в какой они способствуют духовно-нравственному развитию это означает что научно-технический прогресс должен иметь коммунистический смысл человек каждой эпохи несет ответственность за то что он сделает со своим миром и и и и и и и и и